Скажите, пожалуйста, а как Вы считаете, в детском саду в Бурке что должно быть? Что? Я говорю, в детских садах в группу детей сколько должно быть? Ну, если не ошибаюсь, в той группе детского сада, где я сам был, было человек 25, и все, и воспитатели, и родители, и даже сами дети считали, что это слишком много. Насколько я знаю, большинство педагогов считают, что один воспитатель группы может более-менее приемлемо справиться с 15 детьми при хорошей тренированности и с 10 при не очень хорошей. Есть нормы? Что? Есть нормы, нормы есть, что у младшей группы по 15 человек, если уже старше подготовительное, там, среднее, до 25 человек. Ну, судя по моему опыту, эти нормы явно завершены. И, значит, придется требовать их изменения. Что Вы говорите? У нас в районе еще есть уплотнение детских садов, группы, уплотняют. Детские сады можно практически закрывать. Ну, я понимаю. Уплотняются, и на месте них никто... Ну, так, это могу Вас заверить, что это не только у Вас, что это несчастье сейчас свалили на всю Россию, и прекратится это только после замены нынешнего экономического блока правительства на вменя. Я постараюсь в этой замене поучаствовать. Участвуйте, пожалуйста, вернуйтесь в ясли еще, в детские сады. В детские сады. Потому что их вообще нету. Как рассуждает наш начальник департамента, что родители не должны отдавать детей в ясли. Дети должны расти в полной семье. И мама должна сидеть с ребенком до трех лет. А он мне эти три года оплатит? С полтора до трех лет платит себе 50 рублей. Вот, вот. Ну, что я могу сказать? И ясли отменили. Так что... Ну, опять же, по опыту моего брата, младшего, который в ясли был, я должен согласиться, что ясли не всякий ребенок выдержит. Это нужно изрядное оздоровье. Но отменять ясли дело, на мой взгляд, недопустимо. И что могу сказать опять? Что будут с этим бороться и в рамках комитета по образованию и науки. И в рамках общей борьбы за замену либерализма нормальными теориями. Идите в школу, идите в первый класс. Они все должны знать буквы, писать, считать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.